Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров. Мы отправляемся на Asics Masters. Это первый день соревнований в небольшом обзоре. Итак, первый день. 12 человек играют по кругу. Состоялось 4 тура. Напомню, контроль 15 минут на партию плюс 10 секунд на ход. Достаточно интересный рапид. Но первый день не порадовал какой-то слишком кровопролитной борьбой, чем много нищих. Тем не менее, какие моменты мы сегодня с вами обсудим. Итак, первую партию, покажу, которая случилась и была результативной. Александр Крещук против Хикаро Накамуры. В общем-то, представлять игроков нет никакой необходимости. И вот, можно сказать, ставшую уже Таби позицию разыграли. Уже неоднократно эту позицию мы видели и на прошлых соревнованиях, на прошлых турнирах. И вот позиция после Д4 итальянская партия ЕД. Напомню, что сам Магнус играл здесь слон Б6, жертвовал пешку с партией с гирей. Этот обзор также был несколькими неделями назад предоставлен. Ну и, в общем, в этой позиции Накамура взял на Д4, оставил белым в центр. Затем, соответственно, правил в Д5, поставил коня в центр. Предложил белым выиграть пешку. Естественно, белые отказались. Ну и, в общем, получилась такая вот стандартная позиция, где у черных есть давление на пешку Д4, у белых сильная пешка на Е5. Ну что же последовало дальше? Значит, последовали такие движения. И вот первая такая критическая позиция, в которой Александр Грищук решил сыграть на победу. И сыграл достаточно внушительно. Пошел в Е6, ход конкретный, пытается пробить таким образом ряд полей. И, в общем-то, ему немножко удается это после ФЕ, коня Е5. Возникает следующая позиция. Сыграл он именно на инициативу, но и, в общем, получил хорошую компенсацию. И вот здесь, наверное, был бы момент, когда надо было найти какое-то решение. Потому как компенсация, компенсация, но все-таки пешка у черных сохраняется. Возможно, был интересный ход, как слон С2, так и слон Б1, может быть, даже какой-то тихий ход Ж3 заслуживал внимание. Сложно сказать. Но вот Александр сыграл в Ж5. И вот этой позиции Камуру не стал придумывать велосипед. Он мог, в принципе, пойти АЖ, проверив таким образом, что уже намечают белые. Ну, очевидно, что после АЖ Александр хотел сыграть ФЕ, Х5. Но здесь после хода Х4 удивительным образом уясняется, что нет времени ни на что. Нет ни хода слона Х7, потому что черные могут спокойно реагировать. Король Х8. Так же, как и ФЕ, Х7 не позволяет ничего сделать. Так как в случае хода слона Х4 появляется вот такой вот ход ладья Х8. После хода слона Ж6, король Х6. Именно король Х6. Слон Е5, король Е7. Неожиданно черные имеют хорошую позицию. Самая занимательная. Потому что после слона Е8 ладья Х7, скажем, король Ж3. Ладья бьет Е8. Пешку на С7 можно, конечно, убрать. Но в этом случае черные съедают на Д4. И вот такой вот форсированный вариант. Выясняется, что у белых проблема, потому что от них не хватает целых двух пешек. Ну, в общем, вот такой был первый момент, который можно было осуществить со стороны Накамура. Накамура сыграл по-другому. Он сыграл ходим в 4 сразу. Не стал, как говорится, баловать судьбом. Ну и, в общем-то, взял на Д3. Отъел этого слона. И, в общем-то, быстро перешел в такой, в общем-то, безопасный Эршпиль. Ну, как сказать, Эршпиль или Миттельшпиль, в принципе, сказать сложно. Наверное, все-таки ближе к тому, что это черные сыграли на атаку. Наверное, вот это правильная оценка. Ну и мы видим, что белый король, кстати, немножко неуютно себя чувствует в такой ситуации. Несмотря на то, что черный король вроде как больше приоткрыт, а белый за пешками. Однако именно белый король за счет этих открытых линий имеет определенные трудности. И вот Саша убежал, попытался побежать королем. В принципе, это ему удалось. И полагаю, что был близок к полному уравнению здесь где-то. Может быть, с черными здесь стоило сыграть ладей Ф8. Попытаться какое-то давление или видимость удара на Ж4 организовать. Ну, на коммурах сыграл попроще. Е5, ДЕ, ладей Е8. Ну и вот соскочил Саша вот такой вот Эршпиль. Король Д1, слон бьет Ф2, ладей С2. И после размена на Е5 и на Ф2, в общем-то, предложил Накамура сыграть такой Эршпиль. И что самое удивительное, этот Эршпиль казался таким уж и безопасным. Казалось бы, играть уже здесь абсолютно нечем. Однако, не все так просто. Итак, ладья Е6, ладья Е1. Последовал просто шаг. Вот это первый момент, который надо отметить. Конечно, здесь с белым стоило не зевать эту пешку на Ф3, потому что по большому счету просто произошел зевок. А сыграть, скажем, ладья Ж2, ну и попытаться, наверное, двигать пешку Ф. Ну, Саша сыграл ладья Е1. И вот такой вот неприятный шаг оказался. И после чего белые просто-напросто остались у разбитого корыта. Ну, наверное, здесь можно было еще как-то спасаться. Однако, вот как-то не все так просто оказалось. Так, белые погнали пешку Ж. Ну, и вот в итоге, наверное, где-то вот в этот момент можно отметить, что возник опять-таки вот такой вот Эршпиль занимательный, который требует отдельного анализа. Потому как этот Эршпиль был и в разных других партиях. И я припоминаю партию Крамник-Топалов другим цветом. Был похожий Эршпиль. Только у белых тогда были пешки подобные. И на Е5 и Ф4 против пешки Ж6. И там целый анализ на этот счет. Вроде как все-таки держится сторона слабейшая. Однако, на коротком контроле этот непростой Эршпиль держать его крайне непросто. Как я уже сказал, прошу прощения за туфтологию. Ну, и в общем-то, вы можете посмотреть и поанализировать самостоятельно. Я полагаю, что это будет достаточно полезно для вас. Ну, и переходим к следующей партии. Следующая партия. Это партия Яна Непомничева и Максима Вашьелограва. Здесь тоже было о чем поговорить. Тоже занимательная партия. Ну, много, конечно, зевков происходит в партиях. Ну, как говорится, тем и интересна, наверное, шахматы. Тем, что количество зевков порой публику радует, как ни странно. Итак, значит, вот такую позицию разыграли. И вот эта очень похожа была на партию как раз-таки Накамура с Вашьелогравом. Вот они тоже эту позицию играли. Накамура играл белыми. И тогда он его к Максиму почесал конкретно в этой системе. Максим решил взять это на вооружение, эту схему, за белых. Ну, и вот Ян здесь трактовал, в принципе, достаточно хорошо, на мой взгляд. То есть, все делал разумно. Все ходы предельные ясны были. Ну, и, в общем, после изменения пешечной структуры, наверное, можно сказать, что белые стоят чуть поприятнее. Но позиция весьма богата. Ферзь Б6, 3-0. Вот такая наглая игра от Максима. В принципе, нам не привыкать, потому что Максим всегда играет активно. И сделал такой замечательный ход ладья А4. Ну, и Ян тоже всегда не отказывается от встречной борьбы. Но вот в итоге, после нескольких ходов, мы видим, что есть определенные трудности у черного короля. Непонятно, куда его отправлять. Так как в случае короткой рокировки надо везде считаться с проведением G4. Там можно и F3, G4. Можно, может быть, и сразу G4. Ну, в общем, опасности, безусловно, есть. Так и длинную сторону рокировать таким случаем крайне опасно. То есть, белые везде имеют еще и ход F4 при случае. Ну, в короткую сторону ушел Ян. В общем-то, после А3, конь B3 возникла следующая позиция. И Максим просто предложил размен ферзей. Этот ход оказался неточным. Здесь стоило играть очень конкретно. Продолжить игру. И этот ход был. Ход C5 был очень серьезным. И после D7 белые продолжали атаковать ходом конь Е4. И как показывает здесь железная машина, бездушная проблема у черных здесь достаточно серьезная. Но так не последовал. Последовал, в общем, спокойный ход Fc2. Ну, и, в общем-то, этот Эншпель оказался достаточно простым для черных, на мой взгляд. То есть, у белых по большому счету, кроме движения F4, нигде ничего нет. Пешка C4 является объектом. Ну, и, в общем-то, как-то все быстро начало уходить с доски. Ну, в общем-то, на мой взгляд, партия шла долгое время, плыла, так сказать, к ничьейной гавани. Однако, вот, Ян, как обычно, умеет вовремя подкрутить. И вот возникла такая вот занимательная позиция. Эта позиция, конечно, должна была быть проигранная. Очень рискованно была сыграна от Яна. Ну, и вполне возможно, что ходом ладья G1, белые добивались простого успеха. Так, в общем-то, и сыграл в Ашье. Ну, и вот такая вот забавная, я бы сказал, реакция ладья H2. Ну, и здесь вот поторопился в Ашье. То есть, не понял, видимо, ситуацию. Она, в общем-то, была следующей. Что можно было забирать на G6. И в случае ладья Бетов 2 давать промежуточный шах. Шах, потом съедать шахом. Ну, и дальше теряется, соответственно, на G6. Ну, каким образом? На король G3 еще точный ход. Король Е3. Слон в опасности. И нет нормальных ходов. То есть, слону приходится уходить в район поля H5. Иначе проблемы будут еще и с королем. Ну, а здесь конь подключается с решающим эффектом. Все начинает падать. И пешки проходят в ферзи. Очень несложная комбинация. И вот Максим здесь поторопился. Сыграл на H2 ладьей. И возникла такая вот, такой вот теншпиль. Занимательная позиция. Короля кажется, что белый ставит мат. Однако, мат нигде нет. А пешки черных тоже начинают двигаться. И этот теншпиль казался непростым. Ну, в общем-то, все шло к тому, что все-таки, наверное, белый никак не рискует. Это действительно истина. Однако, вот сейчас будет такой момент. Мы сейчас увидим, поменялись еще некоторые пешки. И вот возник такой вот занимательный тоже теншпильок. Где у черных две пешки. У белых одна. Ну, и забегая вперед, черные пешки прошли. Особенно, зная и Яна. Он умело, толково всегда, изворотливо, я бы даже сказал, реализует периодически. И вот эта позиция уже у белых оказалась в опасности. Были тут моменты. Мы видим, что и Максим уже ситуация начала напрягать. И вот он уже готов был поменять пешки А на Е. Но не тот-то был. Но точно не Ян. Так, слон Е4. И поставил слона на Ф3. И пешка Ж побежала. Обратите внимание. Вместе с королем они тут создали небольшой этюд. И вот такая вот конечная позиция. Она, конечно, отдельного внимания заслуживает. Черных два ферзя готовы. Две пешки готовы превратиться. А белая пешка каким-то образом не превращается. Все время под контролем. Ну и вот еще один тонкий момент. После хода ладья А3 черные уже создали угрозу. Ну, в общем, после превращения Максим признал свое поражение. После ладья Ф3, ладья Ф3. Выясняется, что ферзь проходит с шахом. Ну и дальше магия бессильна. Нет времени у черных съесть ладью на Ф3. Очень интересная концовка. Инжпиль также заслуживает серьезного внимания, серьезного анализа. Ну и, в общем-то, молодец Ян. Хорошую партию сыграл. Ну и, конечно, вишенкой на торте станет партия Даниила Дубова, который в очередной раз продемонстрировал яркую игру. И вот в Каталоне, в одном из самых любимых продолжений, сейчас мы увидим колоссальную совершенно идею, которую он провел с испанским гроссмейстером Давидом. Итак, Давид защищался, лишняя пешка у черных, стандартная классическая игра. И, в общем, такая вот встречная игра пошла. Ф4, Ф5 уже, можно сказать, и похлопать ребятам за то, что они создают. Такие полушедевры, можно сказать. Ну и от Дани, кажется, всего можно было ожидать. Ну и, в принципе, следующий ход, я думаю, также вас порадует. Ход от Даниила Дубова. Д5. Ну, в общем, как-то так. Посмотрите. Висят абсолютно все фигуры. Непонятно, что брать, что не брать и куда ходить, как обычно. Главный вопрос, что делать. Вечный вопрос, что делать. Ну и после Д5 Антон здесь тоже немножко запутался, потому что слишком много всего хочется съесть, а одним разом все не слопаешь. Взял он на Е4, и этот ход оказался не самым удачным, как ни странно. Ну, то есть, стоило брать ЦД, ну и смотреть, как говорится, что придумает здесь Даниил. Ну, Даниил выбрал на Ж5, понятно, и вот возникала какая-то такая колоссальная позиция, где все провисает, но у белых есть серьезная компенсация в виде шикарного слона, и, в общем-то, есть определенные идеи вторжения, именно в седьмой ряд в том числе. Некоторая координация еще черных до конца не налажена. Ну, в общем, так стоило играть. Сыграно было по-другому. Последовал ход ФЕ, последовал спокойный ход ДИ. И вот сама по себе компенсация носит длительный характер. То есть, идея была вот в том, что просто белые съедают на Е4, и у них целая горсть пешек в центре, шикарная пешка на Е6. Это, конечно, обеспечивает полную компенсацию в этой позиции. Черный фланг ферзевый пока стоит, и нужно время черным, чтобы прийти в себя, угрожает ход Е7, поэтому ферзь Е7, ну и пока Ф5. В принципе, кроме хода Ф5, были наверняка еще движения, но Ф5 без этого хода не обойтись. Пешки должны быть соединены. И мы видим шикарный слон на Б2. На 5 продавливает при случае пешка Ф6, и белым остается для счастья попасть на линию Д. Ну, то есть, вот буквально считанные мгновения остаются для того, чтобы белые забили, как говорится, в этом матче. Итак, ну, конь А6 последовало, и взятие на А5 уже две пешки за фигуру стало, и компенсация продолжается. Антон сыграл Х5, и ферзь Ф3. Очень здорово, очень четко играл Даня до пары до времени, и вполне возможно, что это вообще какая-то разработка была, но, тем не менее, все срастается во всех вариантах, все красиво. И вот защищался Антон следующим образом. Ферзь Х7, ладья Д1, ладья Д8, и ладья А1. Ну, вот компьютер здесь предлагал просто съедать уже на Д8, съедать на Ф6, и у белых якобы решающее преимущество. Но сыграно по-человечески, как говорится, без каких-либо прикрас. И вот такая вот игра продолжилась. Король Ф2, очень красиво вообще все располагается, ладья Д5, взяли-взяли, и здесь вот сыграя по-дуговски ладья Бета6, это был еще очень красивый ход, и в последующем Ферзь Д5 партия была просто шедевром, очередным бы шедевром от Дани. И здесь, конечно, просто черный заканчивается, и ходы угрожают Е7, слону также в опасности, то есть и король черных в опасности, проблемы серьезные. Но, к сожалению, видимо, Даня решил сыграть понадежнее, и сыграл ладья А5. Не донес немножко ладью, и после хода Д4, ну, этот ход оказался немножко нервным от Давида, Антона, и вот после хода Д4 выяснилось, что все-таки не хватает черным компенсации, Ферзь вернулся на защиту, ну, и, в общем-то, здесь все быстро, как говорится, дым рассеялся, и партия завершилась очень быстро. Таким вот образом Даня выиграл хорошую партию, качественную партию. Вот такие вот партии. Сегодня у нас второй день соревнований, и смотрите за скиллинг-опеном. Напомню, что Карлсон пока не находит свою игру. Ну, а вот вам небольшая табличка. Давайте мы ее обсудим. Вот мы видим после первого дня соревнований. Впереди Накамура, Ранян, Дубов, Раджабов и Со. Ну, а Карлсон пока не начал побеждать, значит, будет пища для размышлений. Ну, что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился обзор. Следите за Chess.com.ru. Обязательно будем вам признательны за ваши благодарности в виде пальчика вверх. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok